друзья всем привет сегодня расскажу как сделать очень простые теплые откосы вот такое у нас имеется окошко с шикарным видом и стоит задача закрыть вот эту красоту откосы мы будем делать из сэндвич панелей то есть что это за зверь это у нас пластик двух сторон и по центру идет утеплитель толщина данной панели ровно 10 миллиметров монтаж крайне простой для этого потребуется минимум инструментов и каких-то навыков и как это все дело реализовать сейчас покажу принцип монтажа достаточно простой берем вот такую л-планочку он также имеет ширину сантиметр и сэндвич панель сюда прекрасно вставляется монтируем ее по всему периметру окна и вставляем сэндвич панель а с наружной стороны сэндвич панель закрываем наличником который имеет f-образную форму вот так это дело у нас будет выглядеть в итоге в л-планочку мы вставили саму сэндвич панель а снаружи то есть она будет закрыта вот таким наличником зеленая защитная пленка она удаляется в последний момент нам понадобится из инструментов следующий набор шуруповерт канцелярский нож монтажная пена рулетка маркер либо карандаш болгарка либо можно сэндвич панели резать ножом но это более трудоемко болгарка это делать просто малярный скотч угольник и уровень для разметки линии реза первым делом отрезаем l-планку по всей длине нашего окна берем ее с запасом чтобы она выходила за раму до самого откоса с обеих сторон сама l-планка у нас будет фиксироваться кроме вот такими саморезами в простонародье они называются клопы это саморез для листового металла три с половиной на 11 миллиметров также не могут быть черными прикручиваем l-планку при помощи саморезов с интервалом около 20 сантиметров монтируем планку таким образом чтобы она шла в уровень с верхней гранью нашей рамы после того как отрезали сэндвич панель по размеру нашего окна устанавливаем ее был планку следующий момент выставляем на скотч наш верхний откос и делаем метки где идет стена пока время нам придется его отклеить и пропенить вот это примыкание откоса к оконному проему и теперь пропеним непосредственно вот это примыкание торца к нашему откосу после пропенивания это дело выглядит вот так следующим делом нам надо зашить боковые откосы перед этим нам надо разметить где они будут располагаться с помощью угольника отмечаем 90 градусов у меня угольник 30 сантиметров и на отметке 30 сантиметров я отложил 3 сантиметра для небольшого разворота откоса кто-то делает под прямым углом но я сделаю с небольшим разворотом следующее что делаем это прикручиваем вертикальные л-планки также чтобы этим краем л-планка шла вдоль дальней стороны нашей рамы друзья вы часто спрашиваете в какой одежде работаю и кто ее производитель буквально с момента создания канала я хотел найти толковую рабочую одежду как для кадра так и для своего комфорта и удобства и какое же было мое удивление когда в поиске гугла и я нашел только шаблонные спецовки из ссср качественной рабочей одежды поисковик просто не выдавал как я не старался и как-то около год назад на меня вышел производитель качественной корпоративной одежды от хекли не на правах рекламы а с просьбой испытания их одежде в плане наработок и замечаний в практике использования они решили наладить производство качественной одежды для розничного потребителя и пришло время сделать мою оценку я хотел бы сделать какие-то замечания но за почти 30-летнюю практику наработок фирмы не получилось где надо там карман где протирается там плотная ткань куча светоотражателей для безопасности в темное время по внешнему виду это сильная одежда я в ней ловлю изумленные взгляды и ход строительном магазине хоть на прогулке в городе качество изделий просто на высоте это максимальное внимание к мелочам с ровными строчками и эргономикой на сегодня этот продукт стал доступен не только корпоративным клиентам но и простым обывателям как мы с вами поэтому не на правах рекламы а тем кто как и я искал качественные вещи которых от работы получаешь удовольствие и комфорт да еще и все позавидуют оставлю ссылку описании под этим роликом теперь у нас задача установить л-планочку вот в это место также с помощью угольника выставляем 90 градусов от начала рамы вот эта метка и откладываем расстояние на разворот 5 миллиметров на 10 сантиметров и соответственно снизу мы эту историю повторяем и в данном случае вот эти две точки они у нас будут в вертикали то есть с помощью лазерного уровня даже проверять не надо конечно же с условием если у нас окно установлена ровно в горизонт и устанавливаем эту планочку так что следует сказать по поводу примыкания этих двух планок вот это мы запиливаем под 90 градусов просто пилили а вот в этой делаем вот такой запил под 45 градусов и соответственно когда мы их устанавливаем у нас получается красивый угол 45 градусов то есть сюда сэндвич панель прекрасно становится и получаем красивый угол и соответственно прикручиваем эту планочку к верхнему сэндвичу нижнюю планочку обрезаем сперва под 90 градусов болгаркой и потом запиливаем под 45 то есть таким образом когда мы и отсюда вставляем чтобы у нас получился красивый уголок под 45 вот и по нашим меткам которые мы делали до этого выставляем заднюю часть нашей эль планки здесь мы обрезаем в уровень с нашей стеной и прикручиваем ее саморезами к подоконнику дальше вырезаем сэндвич панели вот наши боковинки соответственно я уже и вырезал примерил и теперь мы будем ее устанавливать то есть изначально нам надо пропенить вот этот шов примыкания к эль планки самой нашей сэндвич панели потом устанавливаем панель и уже непосредственно пропениваем вот этот стык ближней к стене и теперь устанавливаем нашу панель и после установки панели пропениваем наш стык также при помощи малярного скотча фиксируем в стене наш наш сэндвич панель чтобы пена не расперла его также стоит отметить что боковые панели мы по высоте отрезаем где-то на 5 миллиметров меньше потому что у нас саморезы здесь саморезы сверху и соответственно нам надо чтобы панель была немножко меньше здесь эль план очка у нас позволяет прикрыть панель на полтора сантиметра есть какие плюсы что опять же какие-то огрехи подрезки это дело у нас прощает то есть финишный результат у нас получается ровные красивые замечательно и сделать достаточно просто если даже там плохой глазомер здесь опять же сперва отрезал ровно но стена ужасно кривая пришлось немножко под стену фигурным вырезанием позаниматься вот но когда у нас будет стоять наличник все это за крайне пены у нас получается следующая картина то есть по периметру у нас это дело пропенено с этой стороны также и теперь время установить наличники то сделать это тоже крайне просто сейчас все это покажу первым делом размечаем горизонтальный наличник края его обрезаем следующим образом то есть здесь у нас заканчивается сама сэндвич панель и делаем запас равны этой высоте то есть можно сделать ее немножко больше потом даже обрезать и с обратной стороны повторяем ситуацию то есть сначала вставляем сэндвич панель эту сторону после того как ее обрезали и уже непосредственно по месту обрезаем со второй стороны также зеркальном отражении и устанавливаем наличник сперва заводим верхнюю планку то есть вот таким образом делается наш угол примыкания с этой стороны история тоже и остались у нас боковые наличники то есть их обрезаем следующим образом снизу под 90 градусов а сверху обрезаем под 45 то есть опять же можно снизу обрезать под 90 сверху сначала вот эту высоту от подоконника до верхнего наличника запилить здесь то есть вот эти две грани спилить и вот эту оставить под прямым углом приложить отметить где будет 45 градусов и потом спилить болгарочкой либо ножом отрезать то есть все достаточно просто и теперь устанавливаем также и боковой наличник ну вот так это дело выглядит все ровно красиво и аккуратно вот здесь нашла достаточно кривая стена пришлось попилить даже сэндвич под эту стену и как видим наличник выровнял все эти огрехи и все достаточно красиво и симпатично также смотрим вот наш угол под 45 тоже все прекрасно и таким же образом установим последний наш наличник боковой ну и можно проверить с помощью уровня наши откосы здесь хорошо видно что в горизонте здесь где у нас была кривая стена также все в горизонте и сверху также все красиво вот и осталось удалить защитную пленку потому что уже не пена не капнет никак мы не загрязним наши откосы то есть это уже последний этап когда можно смело удалять и